Больше 30 тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид в стране. В общей сложности они потеряли свыше 54 миллиардов тенге. Об этом на брифинге рассказал начальник средственного департамента МВД Санжар Адилов. По его словам, за создание финпирамиды к уголовной ответственности привлечены 126 человек. 36 из них осуждены. Эксперты также отмечают, что увеличилось количество людей, заинтересованных в вопросах инвестирования средств. Этим охотно пользуются мошенники, которые пытаются привлечь как можно больше людей, представляя финансовые пирамиды под видом инвестиционных компаний. Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказалось более 31 тысяч граждан, которым причинен общий ущерб на сумму свыше 54 миллиардов тенге. Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в сказки для получения легкого и быстрого дохода. Активизация мошенников связана с восхищенной экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Помимо этого, более 20 видов услуг, связанных с функциями регулирования миграционных процессов, переданы в Минтруда. А вот соблюдение беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему контролирует полиция. Еще одна функция – работа с беженцами. Она включает в себя выдачу справки лицу, ищущему убежище, назначение, продление, лишение и прекращение статуса беженца. Также существует услуга по выдаче разрешений трудовым иммигрантам. Все остальные виды разрешений на работу для иностранцев выдаются местными исполнительными органами.